Я хочу сегодня выступить Это примерно таково, что за последние 20 лет музеи в мире, все музеи во всем мире, показали, что музейная модель существования, так как нам кажется, весьма эффективна и полезна для того, чтобы ее использовать, для того, чтобы по этой модели жили города и страны. Есть три эпиграфа из моего опыта, которые могли бы быть к этому разговору. Есть одна фраза, которую я не сам придумал, но говорил когда-то лет 20 назад, вошла в интервью, а потом мне уже задают вопрос о том, что Эрмитаж, в данном случае Эрмитаж, для меня Эрмитаж, всегда был лучше, чем Россия в целом вокруг него. Для прежнего, там 20 лет, это было совершенно ясно, Эрмитаж всегда был во много раз более открытым учреждением, чем Советский Союз, и говорили на иностранных языках, и связи все время были, и так далее, и так далее. И динамы задали вопрос, а теперь-то что? Вот это примерно ответ на то, чем Эрмитаж лучше многого того, что происходит в сегодняшней России. Другой, Эльбейк Пигеров, другой вопрос, который сейчас задается, какой процент вещей коллекции у вас показывается? Всегда с таким, ну, с подвохом или с упреком, что вот не все показываете, не выполняете свою музейную миссию. В ответ это я всегда начинаю долго и занудно объяснять сейчас про это, скажем, какова на самом деле функция музеев, которые показывать это совершенно не обязательно, и не первостепенно, и музеи существуют, и даже очень важно существуют во время войны, когда они, может быть, и закрыты. Ну, и это, на этом лежит то, о чем дальше буду говорить, о концепции Большого Эрмитажа, и том, как развивается Эрмитаж, и каково его, так сказать, движение в будущее. Ну, и самое последнее, когда в нашем любимом городе говорят, ну вот, охранять памятники, город-музей, конечно, город-музей, но в городе музеи, но в музее жить нельзя. Ответ на это в музее современном жить можно, и значительно лучше, чем на судостроительном заводе, а еще чем на судоремонтном. И вот о этом и есть, в этом и есть смысл всех разговоров, о чем я буду говорить, что такое современный музей, как некий образец развития общества и организации, общества, организации и деятельности. Ну, на самом деле, относятся не только к музею, относятся ко многим учреждениям культуры, в частности, к образованию, к Европейскому университету, когда действительно создается модель, по которой вообще-то другим бы тоже надо было бы жить, если мы хотим жить в 21 веке, веке, который, конечно, гуманитарного знания, и где решения должны приниматься не по арифметике дважды два-четыре, а всегда иметь в виду, что дважды два может оказаться пять. Вот я сказал, какие я давал всегда старые ответы, есть новые ответы, для которых просто есть некоторая предпосылка, если говорить о системе музея, несколько вещей, касающихся философии. Музей, что такое вообще музей, потому что вот сегодня у нас был Президиум Творческого Союза Музейных Работников, и во вторник у нас будет, то есть 20-го числа в Совете Федерации специальное такое, не круглословно, заседание, посвященное музеям. Одна из наших главных проблем, что вообще-то люди среднего возрастного и властных категорий не очень понимают, что такое музей на самом деле. Музей – это память наша, а память – это наше главное право на бессмертие. Слава Богу, у нас есть великий философ Федоров, который написал трактат о музее, где все это, так сказать, описано. А вот чтобы быть музея, нужно воскреснуть, а чтобы воскреснуть, нужно сохранять все то, что сохраняют музеи. Это сейчас очень, как мне представляется, важнейшая вещь для всех рассуждений о национальной идее и обо всем остальном. И другая вещь. Музей – это подлинные вещи. Вот это очень тоже важная вещь, такая, как бы, может быть основой для дискуссии. Это подлинная вещь, которая в сегодняшнем мире противостоит почти всему, что у нас есть. То есть мы живем в виртуальном мире. Мире, в общем, построенном на принципиальном, это можно называть иллюзии, можно называть обманом, можно называть ложью, но принципиально построенном на вот таких сконструированных нематериальных вещах. И подлинная вещь остается куда-то вытесненной. А музей – это самое главное. Все эти разговоры про виртуальные музеи, все это так, дополнение к самой серьезной вещи, то, что есть подлинная вещь. И потому-то люди и стоят в очереди в музеях, это все можно увидеть на экране компьютера, потому что они чувствуют. Вот здесь есть, тут тоже найти то немногое, что позволяет найти опору в сегодняшнем мире. Ну, я так очень возвышенно говорю, но на самом деле вот это ощущение есть. И напомню, в музее есть несколько функций, каждая одинаково важна. Это сбор экспонатов, хранение, изучение, то есть наука, представление и просвещение. Вот эти все вместе существуют, и ни одна из них не должна выделяться. По этому поводу тоже все время идут у нас большие споры. Слава Богу, мы право на занятие наукой отстояли в уставе, но это еще пока отстояли. Вот ситуации, вот на основе этих, что ли, позиций музей живет в ситуации культуры недоверия и культуры озлобления. Это вот то, в чем мы сейчас живем. Мы действительно живем в рамках не просто недоверия, в культуре недоверия. Мы действительно никому не верим и никому верить не должны. Все, нужно презумпции невиновности нет. Всякие, когда приходят к нам, сегодня у нас вот там началась комиссия, они не верят нам, а мы не верим им. И мы говорим, принесите бумагу, и пока вы не подадите мне правильную бумагу, я вам никуда вас не пущу, потому что вы не имеете права. Потому что я не верю им, что у них честные позывы. Они не верят нам, они считают, что мы все воруем в музей. Ну, и с этим надо жить, и с этим мы живем. Я думаю, что это я писал. И музей как раз должен тоже приучать жить в такой ситуации. И музей, то, о чем я сейчас буду говорить, музей как образец для города и для города-музея, это такое динамичное понятие музея. И мне кажется, что программа «Большой Эрмитаж», которую мы развиваем, она это отражает. И в самом начале уже есть городская идея городостроительная. «Большой Эрмитаж» все время, когда не проследишь, обязательно неправильно переводят на английский язык. Вместо «Грейт Эрмитаж» переводят «Биггер Эрмитаж» или «Грейт Эрмитаж». А смысл именно большого, как большой город, там большой Токио, большая Москва, большая Москва, большой Нью-Йорк, город со всеми его прилегающими окраинами. Вот и музей со всем, куда распространяется его влияние. И вот что может делать музей, чему учить жизни города? Ну, сначала вот несколько картинок тут у нас, полховато видно, да? А если погасить свет, тогда у меня не будет тут света, да? Вот так вот лучше. Да, это вот сейчас есть новые съемки Петербурга, я просто хочу вам показать, может, одно из главных смыслов всех наших планов, это Эрмитаж как центр Петербурга, который и как сердце Петербурга, и который своим ритмом, ну, вместе с военными, должен определять жизнь вот этого центра. И вот сейчас новые технологии съемки, которые, кстати, позволяют, думаю, что это будет и примут как методику слежения за состоянием памятников культуры, исторического центра, съемки, которыми можно и внутрь входить. Так вот, видите, о чем мы говорим. И все это здание Эрмитажа. Музей, который стоит между озером одним, у него это вот это озеро, это река и громадная площадь. Это разные картинки из проекта Эрмитаж-2014, который мы делаем с Рэмом Колхасом, попытки понять, как вот должен, одна из целей разработок, посмотреть, как музей должен жить в центре города, как такой урбанистический центр движения людей, связанное и с самим музеем, и с движением города. Вот это наша схема, по которой строится развитие наших двухсотпятидесятилетий. И Александровская колонна – это та большая площадь, которая с другой стороны озера. Вот озеро, река и большая площадь. Музей, мне кажется, может учить, ну самое провокативное, как принимать решение о том, что строить и что не строить в городе. Законов много, толку от них нет и не будет никогда, потому что невозможно это определить. А желаний много всего. Есть модели, как определяют, как музей определяет, что ему надо купить в коллекцию. Вот музейщики собираются и решают, что нужно купить. И для каждого музея это совершенно разные вещи. Это то, что должно войти в коллекцию, заполнить лакуны. Или то, что нужно вот сегодня людям, чтобы они увидели, допустим, современное искусство. То, чем нужно образовать. Это тоже определяется и цена за вещь, которая очень нужна музею. И, допустим, именно этому музею, ну, например, я это уже приводил. Например, акварель с пожаром зимнего дворца 37-го года. Мы ее должны обязательно купить. Ну, и кто понимает, так сказать, и возят нам вещи, которые точно нужны для нас. Или какие-то вещи, которые ушли из Эрмитары. Вот такая модель, она работает почти. И сколько денег за это можно заплатить? Вот если на нее ориентироваться и думать, что строить и что не строить в городе, думаю, что будет значительно лучше. Другая вещь, которую тоже предлагает, объясняет музей, это то, что красивые решения почти всегда правильные. А уродливые решения почти всегда неправильные. И хороший вкус и хороший глаз, которые воспитываются в музее, позволяют вот увидеть ту ситуацию, где дважды два будет пять, где там этот черный лебедь появляется, где происходят самые неожиданные ситуации, неожиданные ситуации в мире. Вот это все то, что дает миру музей и как бы музейный стиль жизни. Другая громадная, да, городская проблема – это многокультурность, диалог культур, мультикультурность, мигранты, мигранты, как примерять людей, которые, в общем, происходят из разных культур. И как строить этот диалог между культурами, причем он есть вертикальный, да, между прошлым и новым, так сказать, новейшими культурами, порождениями прежними, горизонтально, условно говоря, Европа, Азия и все такое. Музей дает один из таких способов, механизмов этого решать. Кстати, любой музей, наш музей и британский музей это прекрасно делает. В музее хранятся, и не только хранятся, живут предметы и живет память всех тех культур, всех тех людей, которые живут в городе. И в музее часто, допустим, в британском, выходцы из разных концов мира могут лучше ознакомиться с собственной культурой и историей, чем даже у себя дома и даже сегодня. И музей им дает, музей показывает один из высших способов уважения или показа уважения к чужой культуре – это отделы в музеях. И когда это все делается еще вместе с общиной, как делают, опять же, и англичане, и мы открываем дагестанский отдел с помощью, с частью дагестанской общины у нас недавно открыли армянский, грузинский, зарбежанский, именно с акцентом на то, что это различные культуры. Обычно, в общем, музейная вещь, диалог культур, в общем, приобретает и некое политическое значение, и может служить, опять же, схемой, на которую можно ориентироваться. Музей, конечно, самое демократичное учреждение на свете. Кстати, у нас самое посещаемое учреждение культуры – это музеи в стране, только после библиотек, конечно. Потому что в музее есть все для каждого. И для, я имею в виду, большой энциклопедический музей, и для каждого человека с разным уровнем образования или возраста. Ребенок смотрит, ходит, смотрит на паркет. Крестьяне, которые ничего не видел, восхищаются там прекрасными интерьерами, и это уже хорошо. Это его и приносит ему удовольствие, и воспитывает. Знаток видит что-то другое. Человек, не знающий, видит третье. Политик видит четвертое. Все для всех что-то в музее есть. И в то же время музей – место, которое учит нормальному ограничению свобод. Вот у нас идет постоянное, теперь будет видео, судебные всякие, доступность коллекции. Почему там я должен, мне нельзя фотографировать без денег, почему нельзя пойти туда. В Суданской Конституции написано, культура доступна, обеспечена доступ к культурным ценностям. Есть только ограничения. Вот музей – самый лучший такой способ и модель, которая довольно убедительно показывает, какие должны быть ограничения. Почему нельзя выставлять картину, которая боится света, рисунок, который боится света, почему нельзя часто делать то-сё. Почему мы ограничиваем, хотя мы все время воюем с разными посетителями, почему мы то или другое с ними ограничиваем, но это модель, которая вполне может не лишь переноситься, она раскрывает схему. Я, конечно, всё это делаю несколько провокативно, но мне кажется, что всё в музее вообще делают всё лучше, чем вокруг. Социальная программа музеев. У нас тоже идут бесконечные споры. Билеты там, не билеты для иностранцев, не для иностранцев. Те, в последние, после вчера мы открывали выставку в Вильнюсе, опять были вопросы дискриминации, вот не граждан России. Нет у нас никакой не дискриминации, никаких билетов. У нас есть социальная политика. А социальная политика – это обеспечить доступ в музей тех, кому трудно и кого мы хотим видеть. И делать это можно только за счёт других, потому что, так напомню, у нас в государстве никаких льгот на самом деле нет, которые бы компенсировались и всё. Когда музей даёт льготы, он даёт их из своего собственного кармана. И для нас, для Эрмитажа музея важны дети, студенты, пенсионеры. И они идут бесплатно. И один день бесплатный для всех. А остальные платят. Кто послабее, гражданин России, человек слабоэкономический, ему можно дать скидку. А не гражданин России или просто турист и российский. Кстати, у российских очень много людей, которые покупают полные билеты. Вот эти все платят за это. То есть это получается нормальная социальная политика, как и всюду в мире. Только это она и всюду в мире, и в экономике, и в любом государстве. Только она добровольная. В отличие от налогов, которые недобровольные, и от таможни налогов, которые просто бандитские, просто человек с палкой стоит на дороге. Здесь получается добровольная схема, и она работает значительно лучше. Музей воспитывает один из главных вещей, нужных для современного мира. Это, так красиво сказать, нестяжательство, понимание, что есть вещи, которые более важны, чем деньги. Мы когда-то знали, что так и есть. Сейчас про это нужно снова иногда рассказывать. Но есть и некоторые с этим связанные вещи, которых можно рассказывать и громче. Музей – это как раз учреждение, которое очень заботится о своей репутации и бренде. И у нас, так я понимаю, вот мы недавно встречались с разными строителями. У нас есть на самом деле и строительные компании, даже строительные, которые думают о своей репутации и бренде больше, чем о сегодняшней наживе. Есть люди, которые больше думают о долгом, устойчивом развитии, качественном развитии, чем опять о сегодняшней наживе или сегодняшнем решении проблем. Я привожу пример строителя, потому что это как раз многих строителей волнует, что то, что развитие, которое происходит, оно некачественное, что дома, которые строятся, грубо говоря, все развалятся. Может, и слава богу, потом другие будут. Это то, что беспокоит музей. Музей всегда думает на будущее. Мы даже постоянно говорим об ограничении всяких прав государства на музейные коллекции, потому что все должно перейти в будущие поколения, и мы только частично решаем проблемы для сегодня. Мы их решаем всегда для будущего. Музей является мощнейшим средством воспитания через воспитание вкуса. Но при этом он и практически вещи осуществляет. Нам 21 век – это непрерывное образование. Где вы можете получать непрерывное образование, кроме Европейского университета и музеев? Музей дает такое элитное образование и воспитание при наличии ЕГЭ, которая совершенно замечательная вещь, демократия и усреднение. И слава богу, благодаря ЕГЭ в университет могут поступать люди со всех концов России. Но ясно, что есть много людей, таких, как учится в Европейском университете, которым нужно что-то большее. И вот музей со всей своей системой просветительства, выставок, лекций, разных мероприятий, он дает именно такую возможность и, опять же, такое образование для нестандартных людей. Очень много спорей мы воюем с Министерством обороны. Они тут музеи собираются закрывать свои, сливать военные музеи. Мы хотим создать музей гвардии. Ну, много разных идет сражений. Но наша главная идеология, что вот так же, как образовательная реформа, военная реформа, хорошая реформа, но полностью вычищает важную часть армии. Русская армия всегда была частью русской культуры. Вот этот элемент полностью вычищается. Честь мундира, честь офицера, вот эти все вещи, они полностью исчезают в современной реформе. Понятно, это экономическая реформа, современный солдат, но нам для страны это нужно. И сохранять это можно и нужно через военные музеи, военные экспозиции, военные коллекции. И мы, в общем-то, знаем, как это делаем. И на протяжении тот же Эрмитаж на протяжении веков это и сохранял. И вот посмотрим, что сейчас будет с войной 12-го года. Вот прекрасный совершенно повод вспомнить, наверное, нашей самой чистой моральной войне, в которой Россия участвовала и побеждала. Вот музей может таким образом воспитывать чувство собственного исторического достоинства. Вот есть такое любимое слово «патриотизм», которое я плохо переношу. Во-первых, оно не русское, да? А есть чувство собственного исторического достоинства. Нормальное понимание своей истории, как в своей собственной истории, со всеми плюсами и минусами. Хорошее знание и дальше, ну, так сказать, ориентация на это с самим собой. Вот еще несколько картинок из этой же вещи. Это колонна Александрийская, которая стала теперь экспонатом Эрмитажа. Мы долго за нее воевали с тем, чтобы подчеркнуть, что вот весь ансамбль Дворцовой площади, за которую мы тоже воюем и пытаемся тоже дать свои рецепты, как надо, что нужно делать и делать на площадях, это памятник Победы войне в 12-го года. Триумфальная арка, через Александровскую колонну виден Александровский зал, памятник войны 12-го года. Кстати, вот так он выглядит сейчас, коллекции серебра. Военная галерея. Маршевский зал, Георгиевский зал. Вот это все оболочка, скажем так, военно-историческая, государственная, русская, в которой находится диалог культур. Самый старый в мире ковер, Позырыкский курган. Скифские олени из европейской скифии, скифская пантера из азиатской скифии, коллекция Петра. Урардский щит, Перещепинский клад, иранские кубки. Фрески из Средней Азии, из Варахши и Пенджикента. Сагдийское блюдо с изображением взятия Ерихона, знаменитое. Видите, солнце и луна становились, трубят в трубы. Сасанитское блюдо, охочащийся царь Шапур. Царица ваз, италийская ваза, трубское надгробие. Арабская Испания, ваза Фортуни. Персин, принадлежавший великому моголу Шаху Джахану. Буддийский фрески из Центральной Азии. У нас один только памятник ацтекской культуры, но он считается одним из самых лучших, сохранившихся из Мексики. Такой колокольчик. И тоже у нас, ну только в Китае, есть лучшие филиграни. Китайские, очень средневековые, русские фрески, жертвоприношения Авраама из Пскова. Византийские иконы с Афона. Европейские. Картина этого Чима де Канельяна, который только что отреставрирован, мы его представляли. Можно не называть. Кстати, вот Караваджо – один из примеров того, что очень ненавязчиво музей рассказывает о том, мы говорим, уроки истории ничему не учат, да, уроки истории люди не воспринимают. Есть такие уроки, которые искусство показывают. Вот Караваджо, сейчас по нему сходят просто с ума, да. Еще не так давно Караваджо, ну конечно Караваджо, ну и ладно, ну и Караваджо. Либо там Канова, который действительно долго полвека его вообще за серьезную скульптуру не считали. Теперь все с ним носятся, и мы сыграли в этом свою роль как раз в музее. Много вещей, которые переоцениваются вот в таких сферах, где, опять же, не больно увидеть переоценку, но воспитывают понимание того, что вещи меняются. Ну это святой Себастьян Тициана, это последняя картина Тициана, ну почти последняя. А это первая картина Тициана, мы только сегодня ее представили журналистам, только вот сейчас завершена реставрация. Это первый пейзаж, который Тициан написал в Венеции. Она была в довольно плохом состоянии, но очень темная, расчистили, убрали там всякие записи других предыдущих реставраторов. Вот такой сразу стал замечательный Тициан. А до этого немножко сомневались, то ли Тициан, то ли Парис Бардон. Вот это первый, описанная картина, описанная в Вазаре, так что такое музейное открытие. Ну, понятное дело, Рубенс и Рембрандт, такие, такие. Это вот то, что музей дает, в музеях много реплик. Вот подлинность. Это Бернини, святая Тереза, но это Бацетти, это эскиз терракотовой Бернини. Это не мраморная скульптура, которую он уже не своими руками делал. Это то, что Бернини своими руками делал. Это настоящее авторское произведение, подлинная вещь. Хотя тут много чего отбит и все. Это Эль Грека, Петр и Павел. Здесь другая тоже музейная воспитательная вещь. Это не просто замечательная картина и все такое. Это тот самый момент, когда Павел говорит, нет ни Элина, ни Иудея. Тот самый, когда он Петра ругает за то, что он неправильно вел себя с новообращенными. Вот это тот самый момент. Каспар Давид Фридрих, еще один урок исторический. Да, нам говорят, вы молодцы, занимаетесь современным искусством. Говорим, у нас все занимались современным искусством. Екатерина покупала современное искусство. И Николай Первый покупал Каспара Давида Фридриха для своих комнат, для своего дворца, для своих жилых комнат, когда еще никто его особенно не ценил. Канова, я уже говорил о недооцененном Канове, это, да, опять теперь обратно оцененный салон французский. Ну, это знаменитая картина Жерома, которую у нас украли, потом ее подкинули в очень плохом виде в штаб-квартиру коммунистической партии в Государственной Думе. Слава Богу, что они не испугались спуститься в метро и взять это, и не стали звонить в милицию, а иначе бы это все, наверное, не вернулось. Тоже изставилось, но это салон, который еще не так давно говорили. Э, салон, это вообще отвратительно. Люди, которые понимают, что такое импрессионисты, теперь и цены громадные, и все в порядке, все и салон смотрят, и на Репина теперь все с удовольствием ходят. Тут много что. Ну, разумеется, как бы основные этапы современного искусства. И тоже из уроков, когда мы говорим о современном искусстве, это одна из задач деятельности музея, мы так нахально тоже, вы так понимаете, у меня сегодня весь такой тон нахально-провокационный. Мы говорим, что вообще, конечно, мы собираем современное искусство, но все лучшие картины 20 века у нас есть. Танец и музыка Матисса. Ну, это просто мой любимый марокканское кафе Матисса и все большие Матиссы. Вот такие Пикассо. А главное, вот первая, самая главная картина – это «Танец Матисса», композиция номер 6 Кандинского и «Черный квадрат Малевича». В общем, все искусство 20 века, по большому счету, этим исчерпывается. Ну, ничего это не значит, мы собираем современное искусство. И вот у нас скоро откроется зал Кабакова, потому что вот это шкаф и туалет у нас кабаковский, большая коллекция. У нас есть коллекция Пригова и тоже откроется зал Пригова в Эрмитаже в ближайшее время. И вот Большой Эрмитаж. Большой Эрмитаж – такие как бы концентрические круги. В центре вот он, сам Эрмитаж. Сам Эрмитаж и памятник русской государственности со своими дворцовыми залами. Сад, кстати, скоро мы… Это вот он так когда-то был, сейчас он весь отреставрирован. И скоро откроем со своими комнатами историческими, с историческими надписями. В общем, это те стены, которых живет память русской истории. Это, знаете, знаменитая надпись «Ники Лукинген де Гусарс». Это написано Александре Федоровне алмазом на стекле одного из окон Зимнего дворца. Надо сказать, что таких надписей было очень много. Они вообще любили очень писать в разных дворцах мира Николая и Александра. На стеклах. И в Зимнем дворце было очень много. После войны уцелело только это. Вверх она просто уцелела. И только это. Видимо, такая самая, она очень… Такая трогательная. Ники смотрящий, смотрит на гусар, пишет жена. Вот она одна уцелела. Ну, понятные павлины всякой роскоши. Эрмитажный театр. Вот сейчас нам предстоит, так я понимаю, разбираться с комиссией. Возвали вопрос, почему у нас есть театрально-просветительский отдел и зачем вообще в Эрмитаже есть театр. Это как бы не входит в обычные функции музея. Вот это один из разговоров о том, что такое сегодняшний музей Лоджи Рафаэля. Новый Эрмитаж. Это вот как бы центральная часть, центр вот этих концентрических кругов, вокруг которых расходятся и другие экспозиции. Здесь у нас на площади. Площадь, восточное крыло главного штаба. Там, где у нас идет большая реставрационная работа и часть уже сделана. Это большая лестница, которая уже есть. Это открытие. Это наш скрытый главный экспонат. Он, это красный вагон Кабакова, который стоит, собственно, при входе вот в это новое крыло Эрмитажа. Вот он, как он выглядит. Я думаю, что много будет. И у меня неприятность из-за того, что водя в здании Росси на самом видном месте стоит такая штука. Но вот на самом деле это подарок художника. Это, в общем-то, добавляет еще один из главных шедевров 20 века. Вот эта чудная лестница. Уже мы сделали здесь первую выставку. Хотя у нас только два двора перекрыто. Остальные еще идет работа. Выставка скульптуры из Геркуланума. Из раскопок Геркуланума. Который мы бы нигде не могли бы разместить на самом деле. Видите, такие громадные фигуры императоров. Фрески. Ну, это вот свет, который тут есть. Много всяких ухищрений. Когда повесим картины, будет видно. Но это стройка, которая до сих пор сейчас еще идет в остальной части. Вот так выглядит. Центр. А дальше концентрические круги Большого Эрмитажа. Это наши филиалы. Это Меншиковский дворец. Это фарфоровый завод. Музей на фарфоровом заводе. С императорскими вазами и с агитационным фарфором. Как видите, здесь тоже даже на фарфоре у нас есть Эрмитаж. Это хороший агитационный фарфор 20-го. И следующий круг, такой динамично раскидывающийся по городу, это фондохранилище, открытое фондохранилище в старой деревне. Мы считаем, что это очень важная инновация, решающая этот знаменитый вопрос, какой процент коллекции вы показываете. В музее все равно показывается 7 или 10 процентов по обыкновенному. Но фондохранилище можно делать по-настоящему открытым. Вот наши фондохранилища, они открытые по-настоящему. Это, в общем, сейчас так, это уже без провокации, лучшее фондохранилище в мире, абсолютно инновация в музейном деле. Вот как это все выглядит снаружи, никакой архитектуры особенной нету. Это вот все кареты и весь конюшенный музей бывший императорский. Здесь реставрированный, нереставрированный мебель, вся западноевропейская, русская вот таким образом выставлена. Шпалеры, которые передвигаются, громадная палатка, подарок Селима III, Екатерине II. Нигде невозможно просто так выставить в нормальных музейных залах. Здесь это все выставлено. Это фрески из Пскова и поздние иконы русские синодального периода, фрески восточные. И здесь же клуб – это специальная программа для слабовидящих детей, история на кончиков пальцев. Они в земле достают вещи, как бы такая археология слепую. Вот это то, что мы тут строим. Дальше работа еще идет. В этом году мы завершим вторую очередь. И сейчас планируем третью. Вот здесь идет железная дорога. Мы хотим мостик сделать через железную дорогу. И здесь разместить археологию Петербурга, наши издательские всякие центры и еще больше хранилища больших картин. А дальше круг у нас наших спутников. Это тоже эрмитажные ноу-хау, динамичная часть с миром. Эрмитажные центры в разных концах мира. Причем называются они спутники, поскольку мы их можем запустить и спустить вниз, и поменять у них содержание. Один канал на них показывает, другой. У нас есть Амстердам, где выставки проходят. У нас есть Италия, где никаких выставок мы не проводим почти. А там туда приезжают люди заниматься, изучать, писать работы об эрмитажных коллекциях итальянского искусства. У нас был Лас-Вегас, куда мы 7 лет, мы там был в Гугенхайме, Эрмитаж, Лас-Вегасе. Мы там работали. Изменили Лас-Вегас, теперь там делают выставки. Поэтому мы уже завершили свою миссию, мы его просветили. И оттуда уехали, будем переезжать в Вильнюс. Это вот такой замечательный, Рамон Кулхасом сделанный был интерьер. Сомерсадхаус в Лондоне, общество друзей Эрмитажа в Лондоне. Здесь были и экспозиции. Сейчас мы собираем деньги для того, чтобы делать экспозиции современного искусства в Эрмитаже. Это Эрмитаж Амстердам. Это вот такой мощно действующий центр. Два больших зала, выставка «Русский императорский двор», Матисс Малевич. Александр Великий. В этот наш Эрмитаж Амстердам на будущий год переедет еще на один год музея Ван Гога в Амстердаме. У них там ремонт, электричество очень плохое оказывается, проводка. И мы им отдаем половину своего здания. Это Эрмитаж Италии, это Феррари. Но это так, это не наш замок, но тут у нас штаб-квартира. У нас там в основном места, чтобы могли жить приезжающие студенты и грантополучатели. Это Эрмитаж Казань, другой спутник в Казанском Кремле. Это Эрмитаж Выборг, где благодаря этому спасено замечательное здание. И здесь в одном крыле Эрмитажные залы, в другом детская художественная школа. Так что дети могут рисовать всегда Эрмитажные вещи. Музей всем на свете современный занимается. Это не только Эрмитаж, все так занимаются. У нас целая серия музыкальных фестивалей в залах Эрмитажа, в Эрмитажном театре. У нас есть Эрмитажная газета. Опять же, это не только у нас. Это вот чем занимается всякий музей. Журнал Эрмитаж, кстати, он получил где-то на днях премию лучшего дизайна среди российских журналов. Вот он такой. У нас, извините, это моя физиономия, но у нас есть фильмы, серия «Мой Эрмитаж» на телевидении, 250 фильмов. Ну и сделано. Есть Радио Эрмитаж, есть четыре музыкальных фестиваля. И Штраус, и Маэстро, это посвященное Сандецке, в общем, несколько музыкальных фестивалей. Вот и музыкальный Эрмитаж сейчас будет в ближайшее время. Эрмитажный сайт, который был самым лучшим музейным сайтом в мире, сейчас немножечко его надо обновлять. Мы обновляем, но во всяком случае уже тут есть и Твиттер, и Фейсбук, и все современное, что только надо, есть. И, в общем, это тоже произвело, производит впечатление. Эрмитажа много разных выставок, и есть свои собственные принципы делания выставок. Один – это современное искусство, это знаменитая выставка Энтони Гормли, где в одном зале его скульптуры, отсюда убрали все античные скульптуры, а рядом античные скульптуры были спущены на пол, и вот как бы между богов и многочисленных Гормли ходили люди. Очень была успешная выставка. И выставки для гурманов – это, может быть, главное достижение этого года «Гроза Джорджона». Сейчас у нас чудные кривели. Выставки из собственных фондов, придуманные нашими хранителями. Это замечательная выставка «Пиранези». И выставка Рим в XVIII веке. Из наших же коллекций только в Эрмитаже такое можно сделать ниоткуда, ничего не привозя. И выставка, посвященная Ломоносову, которая на самом деле про Елизавету, императрицу Елизавету. И так и сделана, чтобы было понятно, что великие ученые рождаются тогда, когда есть подходящие императоры. Мусульманское искусство, разумеется, коллекция Агахана. Вот такие круги, понятно, в концентрический круг последний – это интернет и все новейшие технологии. И вот это все есть динамичный большой Эрмитаж. Центр, вещи вокруг, всякие связи за рубежом, центры за рубежом, и все это выходит в интернет. И мы полагаем, что такая схема вообще хорошо действует в XXI веке. И в ходе нее мы многому учим. Я так как бы руковожу с тремя стройками. Есть еще одна вещь, которую музей рассказывает миру, о том, как все-таки приспосабливать памятники к современной жизни, что с ними делать. Потому что исторический памятник все равно функционирует не так, как он функционировал когда-то. Зимний дворец – не дворец императоров, он музей. И, так говоря честно, при всех правилах, законах, ёпах, кое-чего делается из того, что, может быть, не совсем годится по строгим правилам. Но когда это делается в музее, и с музейной логикой, то это уже совсем другое, чем когда что-то делается для того, чтобы сделать гостиницу. По крайней мере, я полагаю, что это именно вот так. Тут есть какие-то примеры того, как и что мы можем делать. В этой самой работе решается тоже важный вопрос про реплики и новоделы. Вот я сейчас был в Вильнюсе, там они построили заново, значит, вильнюский замок, замок Вильна. Ну, понятный вопрос, зачем строить заново, если он был весь разрушен? Надо, не надо? Ну, мы знаем ответ у нас, Петергоф, Царское село, но вопрос все равно остается. Но вот для чего делать? Вот для, если правильно, для правильной цели, то делается, опять же, музей. Музейная экономика. На самом деле, музейная экономика – очень нормально функционирующая вещь. В какой-то мере, музейная, так сказать, забота о культурном наследии может заменить протестантскую этику, которой у нас никогда не будет, а вот любовь к культурному наследию может действовать. И музейная экономика вполне действующая. Она не рассчитана, в принципе, я об этом говорил, на 200% прибыли годовой. Она рассчитана нормальную, спокойную прибыль на будущее. Музейная экономика, благодаря тому, что музеи живут часто на средства спонсоров, значительно лучше, как мне кажется, чем другие учреждения. Музейный музей может, опять же, и Европейский университет уже давать, отчитываться о том, что музей делает. Этому у нас учат спонсоры. Это прозрачная отчетность, в отличие от того, что мы там пишем государству, потому что там совсем другие задачи. Там никто и не ждет ответов, которые могут потом помогать делать выводы и что-то такое развивать. И, с другой стороны, музей учится, как ограничивать права тех, кто дает деньги, кто имеет деньги. Будь то спонсоры, будь то государства. У нас очень, не у нас, у всех музеев мира очень строгие системы того, что можно, а что нельзя спонсорам. Сегодня у меня уже был один крик спонсора, мне понравилась скульптура, он за нее платить не будет, чтобы привезти. Ну, хорошо, просто не платит, но менять скульптуру не будем, все равно привезем ту, которую мы сами хотим, другие деньги найдем. На самом деле, этому всем очень много учат. Я думаю, что вот то, что сейчас делает Европейский университет и Эрмитаж и музей развития эндаумента, это не просто хорошая вещь для развития культуры. Это тоже очень хороший урокообразец вообще для государства, потому что я думаю, что финансирование и не только культуры должно в принципе государством делаться по системе эндаументов, а не по системе таких время от времени их выдачи небольшого количества денег. У нас очень много, это последнее, да, возможностей и примеров законодательных инициатив и проведения законодательства хорошего, справедливого, правильного. Ну, например, в Музее мира, об этом не знаю, в общем-то изменили международное право и в самой своей такой важнейшей вещи в праве частной собственности. Музеи мира добились, что во всем мире существует, кроме России у нас тоже существует, гарантии от ареста для предметов искусства. Если вещи приезжают, то есть почти во всех странах мира, и мы этого добились, и мы в этом тоже участвовали. Законодательство, которое гарантирует, что ваши вещи не будут арестованы, даже если будет предъявлен иск, будет суд, и даже судебное решение все равно не вернутся, а там дальше это будет уже другом. Это, в общем, идет вопреки всем как бы правилам международного права и собственности, но это ради культуры. И на самом деле, когда-нибудь, я думаю, что мы общими усилиями ведем в жизнь то, о чем мечтал Дмитрий Ильич Лихачев, уважение к правам культуры и механизм защиты прав культуры. Во всяком случае, у нас будет вот юридический форум, еще доэкономический, он будет проходить, армитарский соучредитель, международный форум будет проходить у нас в главном штабе, там будет несколько секций, и тем защита культурных ценностей, защита культуры в сегодняшнем мире, и юридической защиты. Так что я думаю, что мы можем когда-то и добиться юридического обеспечения прав культуры с помощью музейной деятельности. Вот это несколько таких идей о том, что и как может музей показывать, чему учить и чему, где может искать музей. И с помощью музея можно находить выходы и решения вопросов. Это вот Малый Эрмитаж, мы собираемся сделать в бывших конюшнях и манеже, выставочный зал. Сейчас это можно сделать, потому что мы вывезли оттуда вещи в фондохранилище, в старую деревню. Ну и это как бы завершение Эрмитажа, Зимний дворец и развивающийся над ним государственный флаг. Так, маленькая история про государственный флаг Эрмитаж. Ну, понятно, значит, флагшток у нас был всегда, то мы решили, что давайте-ка мы будем поднимать флаг. Государственный флагшток из Зимнего дворца, но уже наше время перестроечное, по особым праздникам. Стали поднимать. Ну и сразу появились, значит, вопросы. Кто-то звонит из администрации, говорит, а что это у вас флаг, а вы какое право такое имеете поднимать государственный флаг? Ну, слава богу, мой заместитель Юрий Владимирович Виленбахов, государственный геральдмейстер, он, так сказать, всем объяснил, что мы имеем, действительно, все имеют право, мы, как и американцы, имеем право поднимать государственный флаг, каждый, где хочет, если, и по праздникам, и не по праздникам. И вот мы стали его поднимать по праздникам, мы спускаем его в дни траура, но он достался теперь навсегда, когда у нас что-то было, какая-то выставка открывалась, когда начались бомбежки Югославии. И мы тогда решили, что пусть этот флаг навсегда развивается над Зимним дворцом, больше мы его не опускаем, он всегда есть, хотя много приходится тратить денег на полотнище, оно все время рвется. Вот это был последний символ. Ну и корона, понятно, у нас и флаг, и корона, и это то, чем является Эрмитаж, одна из его многих функций. И вот мы предлагаем свои рецепты, потому что нам кажется, что все-таки до сих пор ситуация не изменилась. Музеи многое делают лучше, чем делают все остальные, опять же, исключая Европейское университет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я готов отвечать на вопросы, если. Лектория, не попасть на лекции. Значит, ремонт лектория практически закончен, лектория перенесен в главный штаб, и он уже готов, но надо сказать, что наш просветительский отдел немножко кривляется, там стулья, говорит, не того цвета привезли, и вот сейчас, вот за эти несколько дней, мы решим, мы все-таки поставим те, какие есть, и все внутри практически готово. Там большой зал с балконом наверху, все будет, да, все будет там, пожалуйста. А в каких случаях поднимаете черный и желтый колодок? Ни в каких. Это императорский, не, мы никогда не поднимаем, это императорский, у нас государственный. А? Нет, на флагштойке нет, никогда. Ну, я директор эти все 20 лет. С тех пор, как я директор, не поднимается. Их наносят на разных там демонстрациях, нет. На то императорский мы поднимаем только государственный. Ну, Борисович, как вы считаете причину своеобразного наступления на научную сферу? В чем состоит? Ну, есть, во-первых, очень простое, как мне объясняют, Министерство финансов. Ну, что, вы не понимаете, у нас есть один отдел занимается финансированием науки, а другой отдел занимается финансированием культуры. И это разные там графы, разные какие-то подразделы, разные люди. Безумно трудно, вот вы же не в Академии наук, и вот безумно трудно нам это сделать. Я подозреваю, что наполовину в этом и есть причина. А вторая причина – это, в общем, совершенно примитивное представление о культуре, которая у нас существует и которая, к сожалению, нужно вот и сейчас изживать и изживать. Что культура – это и музей – это некие досуговые, культурно-досуговые учреждения. И вот в этой смысле ни науке ничего не нужно. Непонимание того, что музей – это мощнейший научный и воспитательный образовательный просвещательный центр. Этого все время как бы это недооценивают. Недооценивают по разным причинам, в частности, и потому что, так уже я войду, я любитель конспиративных теорий, очень, к сожалению, в жизни убеждаю, что она бывает, потому что музейные коллекции во всей России – это почти единственное, что осталось неприватизированным и осталось, так сказать, национальное достояние общественное, которое осталось неприватизированным. И желающих туда запустить руки очень много, потому что есть разные представления о музеях. Одно у них же такое сокровищница, такие ящики там выбирают, оттуда хорошие вещи и можно куда-то ими пользоваться. Хотя на самом деле только наука и музейная вещь делает из этого, музейная работа делает из этого некий продукт. Вот все это вместе и приводит к тому, что вот время от времени приходится защищать право на науку, право на образование, а где у вас лицензия на образование, аспирантура у нас там полуподпольная, потому что там какой-то там лицензии, еще чего-то нету. С наукой мы… А теперь все время приходится вот объяснять и доказывать, что культура – это не просто некое развлечение, а это представление существует довольно плотно. Может, у нас, по-моему, получилось вот поколение, примерно где-то вот перед вами, которое было так увлечено деньгами и политикой, что немножко про культуру забыло или не усвоило того, что надо было усваивать. Хороший вопрос, конечно. Собираемся миру по нитке. Ну, на самом деле, у нас, как в средневековом цехе, люди должны поработать немножко в Эрмитаже, а потом мы из них уже формируем свой кадровый состав. То есть студенты и Академия художеств, и ИСТФАК, университет, приходят где-то, когда-то еще будучи студентами, работают, после работают в отделах, а потом их, значит, берут к себе. Реставраторы примерно то же самое. Так что учатся в общении, ну и одни остаются, другие не остаются. Такой вопрос отдельный кафедры музейного дела и музеологии, существующей во многих, в других местах. Одно время было, что никто, в общем, не работал в Эрмитаже, закончивших музейное дело. Сейчас работают, может, потому что мы основали, как мы основали кафедру истории искусств в Европейском университете, так мы основали кафедру музейного дела в Государственном университете. И вот их выпускники у нас работают, и выпускники института культуры тоже работают. Сейчас появилось много таких работ, которые не прямо связаны с искусствоведением, там они, public relations и разные другие. Так что отовсюду, но всегда это некий испытательный срок и ручной отбор сотрудниками музеев. Это, наверное, очень несовременно, но пока что это остается так. Мир Владимирович, мы что-то сказали о расширении империи Эрмитажа. Когда мы империи, Игорь Влеча, империя – это наше любимое слово, так что. Да, а мы империя всегда стоим с классом. Его империя на самом деле очень большая была. Это и ресурс большой, это и международный авторитет. На самом деле мы это сказали, что Эрмитажа часть проводит свою политику, в частности, влияет на международную, право, много интересных музеев. Вопрос. А если у Эрмитажа, как мы делим, своя политика памяти, то есть ресурс влияния на политику памяти на самом деле сопоставить с ресурсами среднего рода страны? Ну, частично да, частично нет. Но вот когда мы говорим об империи, империя – это, конечно, прежде всего власть, да? Это ваша. Для нас и для меня империя – это прежде всего громадная страна, которая наслаждается тем, что она состоит из различных кусков, что в ней представлены самые различные народы. Как Рим наслаждался тем, что в Риме столько всяких разных людей, народов, и как это все осваивалось, и первые идеи музейные сказали. Вот эта часть империи – это та память об империи, которую нам хочется сохранять и навязывать людям. Другая вещь, значит, связанная с памятью. Вот я показывал выставку Елизаветы. Одно из основных направлений выставочных – это историко-культурные выставки. Это выставки о нашем прошлом. Так, просто говоря, Екатерина, Николай Александр, Елизавета, Петр, Александр Первый. Вот про Александра Второго сегодня как-то. Идея того, что сейчас все про историю все знают, все пишут, все говорят, все читают лекции. На самом деле музей может представить некий набор подлинных вещей, которые говорят сами за себя, и которые нужно минимально интерпретировать. И так мне кажется, что мы, в общем, находим в большинстве случаев такой способ не слишком интерпретировать, а заставить человека посмотреть, потом пойти почитать, а потом прийти обратно. Вот такой подход к памяти, я думаю, тогда будет хороший, и тогда будет воспитываться это чувство собственного исторического достоинства, а не просто там патриотизм, ура, патриотизм и что-то. Вот мне думается такое. Пожалуйста. Михаил Павлович, вот в Санкт-Петербург в восьмом году уже вошел в рейс в глобальных городах в группу Камо, это значит, что это группа так и городов, которые живут за счет промышленности. И действительно, в Санкт-Петербурге, уже в протяжении, наверное, всей этой истории, в последние годы там где-то 24% в РФ, какой-то набор в промышленности. И самые большие у нас науковые поступления, в бюджетах тоже. Но, тем не менее, вот жители города, они, видимо, не считают, что Санкт-Петербург должен быть у вас как промышленный центр, потому что, вот, у нас там были с такой проблемой, когда хотели построить Гостром-сити, были очень большие народные волнивения, люди отказались за эти деньги, потому что это платит, люди в Хелизонт, в Тайвань, в Санкт-Петербург. Ну, значит, не готовы люди жертвовать в Тайвань, в Тайвань, в Санкт-Петербург. Я помню, это русский язык. То есть, а вот, как вы считаете, может ли Санкт-Петербург, главная моя идея, да, в развитии, например, до 20-25 года, стать туристическим центром? Или культурным центром? Может ли Санкт-Петербург как промышленный центром, как культурный, туристический? И почему вот такая претенция, что Санкт-Петербург не ехали? Ну, не едут, пока у нас будут опять, например, виза в Выборг стоит два раза дороже, чем виза в Петербург из Финляндии. Пока это не изменится, они не будут ездить. Но дело не в этом. Я думаю, что и жители города увидели в эпоху перестройки, когда все заводы встали, и оказалось, что они все никуда не годятся и только портят воздух. И они и сейчас остаются такие же все, между прочим. Видели, что в этом городе культура живет и существует. И не только там в блокаду работала филармония, работали учреждения культуры, музеи. И в какой-то мере люди выживали морально, психологически, за счет того, что вообще-то все живет, существует. Ну, примитивно говоря, Эрмитаж работает и выставки делает, и приезжает, и всюду, и все остальное существует. И это дает ощущение, и оно и у нас есть, что эта культура позволяет городу выживать, жить позволила. Конкретно мы увидели это на самом деле. Так же, как, между прочим, и в войну моральная победа Ленинграда в блокаду, она вот была связана с культурой, которую и превратили в такой ореол победы. Поэтому это есть такое понимание, это оно соответствует 21 веку, потому что в 21 веке, я не правильно говорил, судоремонтный, еще и судоремонт на судоремонтном заводе. Понимаете, вот судоремонтное строительство, это все нам не надо. Вот был такой город Бильбао замечательный, там тоже были большие судостроительные заводы, черная металлургия, все стало погивать, и город стал умирать. Они построили музей Гугенхайм, они построили концертный зал, они там собрали все, сделали ставку на культуру, и город выжил. И развитие культуры две стороны. Это туризм, это вторая сторона, это деньги. Первое, это, я так мельком упомянул, нечто вроде протестантской этики, это создание нормального ощущения у людей, что вот они живут в нормальном, хорошем месте. Ощущение, причем культура создает значительно больше рабочих мест, опять же, чем заводы, где все-таки современные, компьютерные. Одна только сфера обслуживания и подсчеты. Мы когда-то считали, сколько, допустим, Эрмитаж, условно говоря, приносит городу. Ну, смотря как считали в Нью-Йорке. В Нью-Йорке очень считали, вот Метрополитен, и сколько там, значит, оставляют денег в городе. Мы когда-то считали, я сейчас не помню сколько, нас просто никто не понял. И даже губернатор цитировал, вот Эрмитаж зарабатывает столько. А мы сосчитали, сколько зарабатывает город, на деле, которые приезжают в Петербург. И, ну, сейчас немножко изменилось, а было время, когда 80% туристов приезжали в Петербург ради Эрмитажа, а про все остальное особенно и не знали. Так что, я думаю, что действительно тут современная экономика, она экономика где-то услуг, где-то туризма, где-то связанная с культурой. И что касается туризма, то тот туризм, который у нас есть, то туризм бывает очень разный. Туризм вообще очень опасен для стран, наций, для всего. Посмотрите на Египет, он туризмом убит просто, морально разложен. Туризм может быть очень разрушающим. В свое время Прага была объявлена городом в опасности, историческим, потому что был дешевый туризм, дешевые визы, туда наехало множество молодых людей со всей Европы, и город начал разрушаться. Туризм надо правильно раздумывать. Туризм, зачем ездят в Париж? В Париж ездят, потому что им нравится быть в Париже, им нравится жить такой же жизнью, какой живут парижане. Музеи занимают в данном случае важное место, но не единственное. И в Париж поэтому приезжают все время. И каждый человек, опять хочу в Париж, и все хотят опять в Париж, в Америке, в Европе, в Азии, все. У нас пока приезжают только посмотреть на нас, и вот иногда приезжают по второму разу, когда в музеях происходят хорошие выставки, тогда вот приезжают открывать. Поэтому здесь нужно создать некое качество жизни, которое будет привлекать людей. А люди привыкают действительно ко многому, и что касается башни и Газпрома, то это, конечно, была абсолютная афера. Там не было никакого Газпром-сити, там была только башня. И башня исключительно вот для того, чтобы построить красивую башню. Я знаю примерно, что там не было места ни для чего другого. Там сначала были идеи построить, как бы, вот здесь музей, здесь еще что-то, еще что-то, еще что-то. Когда стали смотреть на месте, говорю, вот здесь там ничего не помещается, а это что? А эта земля не наша. Там место было только для одной башни. Поэтому ничего в ней хорошего не было. Была такая нормальная полухитрость, полу... такое желание самоутвердиться. Ну, люди, конечно, ко многому привыкают, и с этим тоже надо считаться. Вот в свое время я для себя обнаружил, что когда-то, давно, что зеленый цвет Зимнего дворца абсолютно не исторический. Зеленый цвет Зимний дворец покрасил главный архитектор Петербурга после Второй мировой войны. Исходя из того, то примерно так, наверное, должно было бы быть у расстреля. Никогда такой окраски у Зимнего дворца не было. Была красная в конце 19-го, начале 20-го, была там жемчужная, желтая, много всяких. Кстати, у главного штаба Роси тоже желтая, это не исконнее серый такой жемчужный цвет со площадь, может быть. Ну, мы стали про это, опять же, провокационно рассказывать и говорить, писать в интернете всюду о том, что вот как было на самом деле. Ну, понятно, значит, сразу протесты, Петровский хочет перекрасить Зимний дворец, безобразие, никто перекрашивать не хотел, но мы сделали, устроили на нашем сайте опрос тех, кто приходит на сайт, что люди думают. Хотели как раз опрашивать не людей вообще, а те, кто ходит на наш сайт, значит, те, кто ходит на Дворцовую площадь, потому что те, кто из Купчина не вылезают, их мнение не очень важно. Оказалось, что люди действительно привыкли к этому зеленому цвету, им не хочется никакой другой цвет, и большое количество людей, им было бы это неприятно, они отлично понимают, что это там не исторически, и все. Ну, значит, перекрашивать не будем, только будем все время, каждый раз, когда красим, делать цвет более такой нежный, более пастельный, потому что цвет Петербурга пастельный, и он был испорчен в 20 веке. Потихонечку будет бледнее и бледнее, а внутри главного штаба у нас внутри уже есть тот серый жемчужного тональности свет, который должен был быть на всей Дворцовой площади. Мы посмотрим, как будет в будущем. Так что привычка людей, она важна, потому что им жить, и если людям хорошо жить в городе, то в этот город будут приезжать и другие. А тяжелого производства, я думаю, нам не нужно, тем более, что оно у нас все плохое, нужно развивать что-нибудь такое современное, электронное, чтобы не засоряло воздух, и тогда все будут приезжать, и тогда будут приезжать еще и не только туристы, а и специалисты, которые будут у нас работать, как при Петре. Вот эти все приезжавшие иностранцы очень тогда тоже облагородили Петербург. Хочу сказать приезжающим, как я спорвожу, у нас в вашем музее. Я когда думал о том, что характерно на Эрмитаже в городе, и, естественно, можно говорить слово музей, а можно говорить слово на Эрмитаже. Полный Эрмитаж, понятно, что связан с ферми, с отшельничеством, с покоением, под охранением попытки отойти от шума, от пырз и так далее. Но в последнее время Эрмитаж как раз не отшельник, а, скажем так, он в эсетесе отшельничества, он приезженник. Он пришел в Амстердам, как мы вам показали, он пришел в Казань и удивился, что у него был Абудаби до сих пор. Я на это всегда отвечаю. Нам, почему в Абудаби? Мы предпочитаем ездить в Амстердам, а не в Абудаби. Думаю, что все понятно. Но одна вещь, вы начали и в какой-то момент остановились, когда был в 1903-е Петербурга, впервые эмиссия крыши отшельничества в Казанье, она была за счет покрытия в музей ночью. Это жду, как в метрах, когда на крыше высыпается. Было такое. И тогда действительно музей-то вы принял город на слово, чтобы запомнился всем. А вот как бы может быть открытие для мира в разных людях актуистов у вас уже есть по господинам и по городам. Представьте себе, что подобные прожилищи-театри приведут всех цехов, которые там и жарался, потому что приезжают сюда, приезжают, как может быть. Ну, приходят, приезжают. Ну, во-первых, по всему миру мы все-таки это такое, мы свои кельи там ставим, потому что все-таки это одна из функций музея есть. Ты с улицы ушел и ты про улицу забыл, даже если толкаешься в толпе в музее и это работает. А открытие миру в общем, мы ему открыты и все наши планы к 2014 году еще и в том вместе с Холхасом мы как бы продумываем делать Дворцовую площадь все-таки форумом. Сколько мы открываем, у нас, значит, входы будут по всем главным штабам, там сплошные по первому этажу сплошные проходы на мойку, мы откроем все-таки, наверное, только один проход вдоль Малого Эрмитажа, на него с фасадами Нового Эрмитажа. Так что вот так циркулировать, вот видели, да, стрелочки там были, циркулировать народ, будет, я думаю, что получится такой форум, который существует без больших сооружений у нас, то есть регламент, мы не даем строить большие сооружения или стараемся не давать строить большие сооружения, но вот толпа, которая ходит, крутится и ходит, вот я думаю, что это будет новая такая природа, она будет вплескиваться в Эрмитаж, выплескиваться, будет вплескиваться в магазины на первом этаже главного штаба, и вот это будет, думаю, привлекать людей со всего мира и покрутиться около Эрмитажа, как любят крутиться около Сан-Марка или около Уфицы. Пока что еще вот этого нет. Немножко есть для петербургцев. Я думаю, что можно, потому что, во-первых, меня все время донимают наши, говорят, давайте создадим собственное туристское агентство, а то что это мы все время с туристскими агентствами другими и теряем доход. А что касается рейсов, ну, есть такая компания КЛМ, которая летала когда-то каждый день в Петербург, а потом перестала летать, у них были большие драки с Аэрофлотом. Так вот, мы принимали активное участие в переговорах для того, чтобы вернулся ежедневный рейс КЛМ. Он вернулся, и КЛМ это помнит один наш спонсор по многим вещам. Так что, а вот лоу-баджет попробуем. когда он был открыт, возможно, в музее гвардии был создан некий такой прообраз того, что мы хотим создать. Мы хотим создать музей гвардии, но создать мы его хотим в здании штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, откуда выехала воздушная армия и где там находятся все время разные бюрократические учреждения Министерства обороны. Мы ведем активную борьбу с Министерством обороны за то, чтобы они вместе с нами создали там музей гвардии, потому что можем развернуть там настоящий громадный музей. Они не хотят, они хотя не кругом продают свои здания направо и налево, но здесь они не хотят. Одну неделю, нам говорят, там военно-морской флот, один раз, что там командование центрального округа, один раз еще что-то, третий раз, что у них там кабели и связь, поэтому невозможно. В общем, всякие разные договорки, ну, недвижимость дорогая. Так что мы продолжаем все биться, потому что там должно быть такое хорошее место. Эти залы, которые были в главном штабе, они откроются, даже если тут не даймемся, здесь же в главном штабе. Больше негде это сделать. И они, конечно, должно быть больше всего. Особенность музея гвардии еще та, что не просто выставлена история гвардии, выставляем там сразу все те вещи, которые русские иммигранты возвращают, передают Эрмитажу в Россию. А это те военные вещи, которые увозили. Самое главное, что увозили все знамена, архивы полков, разные регалии полковые. Вот это возвращается, это мы сразу выставляли. Почему мы стали получать больше и больше? Потому что мы сразу стали выставлять. И в первом зале там было вот это все то, что вернулось и заняло свое правильное место. Но вот сейчас, к сожалению, пока будет закрыто. Сейчас в местном музее гвардии у нас будет большая выставка войны 12-го года, так что тоже как бы про гвардию. А дальше, в общем, через год полтора мы завершим и главный штаб, и там уже место будет. Но я все-таки надеюсь, что при наличии, вообще-то, поручение премьер-министра, мы все-таки получим когда-нибудь это задание. В любом случае, воюем уже сильно и открыто. Видите, я и здесь говорю, еще два года назад я бы не сказал, что воюем с министром обороны, воюем с министром обороны. Николай Николаевич, вопрос один связан с Медонарным научным центром, а продолжение его, в общем, с почти в Туловой базе. Одного из направлений современной выставки это концептивальные выставки, послами которых прожить не монархиологические клеенцы, или не прикос хорошего музея Венам в репрезентативной выборке, а, ну, допустим, частная операция Гаржина, или французская живопись 19-го века, и испанская Вене, я привык тоже в городе, или Амбрао-Схвалар концеперативно. Мы обычно в таких выставках представлены эпизиологические котельные из черновской коллекции, постельные пишут отличную статью, но мы эти выставки не видим. Между тем, выставки блокбастера собирают в европейских центрах очереди 26 утра, ренессансный фактор в Терминии, и Аль-Ардарь, и Челоднии. Вопрос, не планируете ли этаж концептуальной статьи, на вашей статье, на которой в то же время составили этот фестиваль, приятный на Россию? Значит так, во-первых, не планируем, потому что то, что вы знаете, концептуальные, действительно, мы сказали правильно, это блокбастерные выставки, которые стоят безумно дорого, и которые рассчитаны вот на то, чтобы собрать толпу. Это точно, и это уже во всем мире начинают понимать, что не стоит. А другая вещь, концептуальная, тут есть одна важная вещь, я иногда оговариваюсь, иногда говорю, у нас нету никаких кураторов фармитажа, у нас есть научные сотрудники, которые делают выставки. Мне представляется, что это очень, такая даже вредная идея некого куратора, приходящего со стороны, который делает концепцию, делает что-то такое, где главный он, а уже пониже все то искусство, которое есть. Допустим, привести, просто одного Джорджона поставить, и чтобы люди смотрели, это куда дороже, чем придумать там Джорджоны, Тицианы, всякие такие вещи, которые на самом деле можно делать и не с подлинными вещами, а вот во всей этой сфере интернетной и виртуальной. Тут традиции немножко другие и запросы немножко другие. Чтобы привлекать людей со всего мира, не обязательно делать вот такую блокбастерную. У нас со всего мира прилетают люди, когда мы делаем интересные выставки современного искусства, и когда у нас мы открывали сайт в Омбле, а эта выставка начиналась в Эрмитаже, а потом была показана в разных других местах миру и везде известно, что она начиналась в Эрмитаже. Весь, так сказать, художественный мир Европы, Америки прилетел сюда к нам и даже и тогда даже не усек там всех великих коллекционеров, которые прилетали на открытие этой выставки. Вот такие, которые являются событиями там, из буржуа то же самое было. Поэтому я думаю, что тут нам надо больше, меньше выпендриваться, а больше показывать нас настоящее искусство со своими концепциями. Для нас более концептуально, это наши исторические выставки. Вот там есть много концепций, рассказов, и мы полагаем, что мы громадную работу воспитательную таким образом проводим, вот сохраняя, давая свой рецепт отношения к памяти. А тратить деньги на очень большие выставки ради того, чтобы выставить личность куратора, мы считаем, я считаю, не очень нужным. Немножко у нас есть громадное количество вещей в Эрмитаже, которые вот они заслуживают того, чтобы было показано и как-то с какими-то ухищрениями. Вот выставка Пиранези, это как раз такой очень хороший пример того, как наши хранители показали эту коллекцию так, что на это вот на Пиранези приезжали аж из Японии, писали, спрашивали, когда оно у вас закрывается, нужно приехать посмотреть. Вот позиция такая. Во-первых, я хотела поблагодарить за сегодняшнюю встречу и за обозначение таких специфических концентрических кругов. Вот периодически в Петербурге можно встретить толпы, путешествующие со всему миру туристов, как забивают, где они находятся и можно у них часто услышать, а как пройти вулк. Поэтому вот стереотип таких больших городов с центром, культурным центром музея. Вот возвращаясь к теме сегодняшнего сегодняшней лекции, к теме цикла лекций глобальных культурных столиц. Какова, на ваш взгляд, модель вот такой идеальной культурной столицы, к которой мы, может быть, стремимся, к которой мы, может быть, никогда не достигнем, но, тем не менее, есть некая стратегия, стратегия города, стратегия отдельных частных институций. Как она может реализоваться, какие есть перспективы. И второй вопрос. Вы упомянули о тех, кто не выезжает из Купчина и других наших районов. Есть ли социальная политика, в основном она связана с решением финансовых вопросов, а есть ли конкретная социальная политика, привлечение тех, кто, в общем-то, слышал отдаленно в школе, что есть такой музей-эрмитаж, но сам по своей инициативе никогда туда не придет. Как формировать эту инициативу, как бороться с энергетикой общества? И третий вопрос, это продолжение предыдущего вопроса в отношении научных школ. Есть ли возможность у европейских молодых исследователей, которые пишут PHD или находятся в середине общения приезжать и проходить в практику? Что касается глобальной культурной столицы, то я думаю, что мы проведем несколько круглых столов на экономическом форуме, если получится, и тогда мы выясним, как это можно делать, потому что идеальные модели я не очень представляю. Только знаю, что должно быть все сильно опираться на музеи, потому что музей самый такой интернациональный, а дальше не знаю, но и должно быть, вот они должны создать качество жизнепривлекающего людей, наверное, у нас все-таки имперское прошлое, это то, чего почти ни у кого нет, у нас исторический центр, сохранившийся в большом городе, которого ни у кого больше в мире, нету такого, вот что-то на этом опираться, но тут нужно искать и думать. Что касается социальной политики привлечения людей, ну, конечно, мы работаем со школами, мы выступаем с лекциями, все, я что-то со слезами читал в следующем номере нашего журнала, выйдет рассказ о наших, о том, как наши экскурсоводы ездят в хосписы и детям читают лекции, но практически у нас есть наши филиалы, есть Меншиковский дворец на Васильевском острове, он уже часть жизни Васильевского острова, там сейчас есть задание продумать целый комплекс событий, которые там будут происходить и вечером, все, у нас есть фарфоровый завод, а самое главное у нас есть старая деревня, по этому поводу все время идут такие как бы в прессе рассуждения, вот спальный район, не спальный район, вот старая деревня, когда у нас неожиданно, то есть неожиданно оказалось, что вообще не было денег и вообще стояли стены и непонятно было, что когда будет, у нас было некоторое время поменять концепцию и мы тогда решили делать по-настоящему открытое фондахранилище активно действующее вот в этом районе города, это старая деревня, и там у нас сейчас и выставочные залы и классы, вот этот класс я показывал для слабовидящих детей, у нас там постоянные экскурсии, специально придумываются всякие игры для детей, там они бегут в этой палатке, они там ключики находят, там клад находят, туда приходят жители крестных всяких мест, причем и, ну, конечно, дети, ветераны, денты, таким образом, вот там есть место, где можно прямо прийти, вот он, Эрмитаж рядом, кстати говоря, туда доехать легче, чем на Дворцовую площадь, метро там, станция рядом совсем находится, так что мы стараемся это делать, вот создавать такие возможности, так специально бегать, зазывать, мы, в общем, не делаем. Что касается стажеров, у нас есть стажеры, у нас нету такой специальной системы работающей, чтобы все для стажеров было, стажеры, которые хотят приехать, и их, они бывают по несколько человек в год, и у них есть возможность самим организовать себе, так сказать, жизнь, проживание, питание и финансирование, то они приезжают, ездят, бывают у нас. Замечательно, для этого создан Европейский университет, потому что вот летние школы проходят на базе Эрмитажа, через кафедру истории искусств Европейского университета, так что что-то может будем делать и с университетом, потому что вот эта база принимать стажеров, сама вот эта инфраструктура, ее у нас нету. Но можно, приезжают, и в общем, почти все, кто хотят, приезжают, но тоже не заманиваем, особенно. Не знаю, посмотрим, потому что биржи, конечно, все очень смешно, было когда-то, значит, зашел разговор, надо, надо биржу сделать нефтяную в Петербурге, что значит, одним начальником, другие сказали, ну, у нас же есть вот биржа, давайте там и сделаем, не думая о том, что для современной биржи вовсе не нужно такое большое здание в центре. Мы решили, давайте сделаем, но сделали, правда, хорошо, построили новое, сделали новое здание для военно-морского музея, и оно состоялось, и там действительно, в общем, помещение хорошее. Но когда построили военно-морской музей новое здание, тогда и был вопрос, мы шли с губернатором, а вот что делать с биржей-то старой, потому что настоящей биржей, за которой вселяться не нужно. Тогда мы, ну, где-то за день до этого мы делали предложение, было ясно, что возник вопрос, что с ней делать, сказали, пожалуйста, хотите, мы можем там развернуть какую-годную экспозицию, лучше всего геральдика, государственная символика, вот такое, что было, так сказать, торжественно, воспитательное, красивое, мы готовы это сделать, нам это особо не нужно, но мы готовы сделать. Сначала все сказали, да, замечательно, отлично, и губернатор поддержал, и в Москве, Потом спохватилась биржа, и сказали, нет, все-таки мы туда хотим, мы хотим туда, ну, понятно, что туда, там можно сделать и гостиницу, и ресторан, сколько можно сделать, можно представить, да. Вот, так что пока вопрос подвешенный, мы, если за штаб-гвардией мы бьемся, будем биться, проиграем, погибнем на поле сражения, неважно, биржам мы дали рецепт, мы готовы помочь решению вопроса, решению ситуации, но, как будет дальше, не знаю, пока что она, пока там военно-морской музей, он не выезжает, я говорю, тут не торопитесь выезжать, потому что можно поломать экспонаты, так что, старайтесь не торопиться выезжать, и пока им не скоро еще выезжать, так что посмотрим, поживем, увидим. Продолжение следует... Что происходит здесь дальше? Значит, во-первых, такой практики особенной давно уже нету, вот, в Эрмитаже выставляются копии только тех вещей, которые находятся в самом Эрмитаже, ну, например, на выставке культуры скифов есть копии вещей, которые находятся в особой кладовой, была раньше практика, что в особой кладовой, когда уезжали вещи, вот там, Костромской олень, обязательно надо сделать горванокопию, чтобы людям было видно, я эту практику запретил, она, как бы, ее трудно было проводить в жизни, потому что просветительному отделу, экскурсоводам надо, чтобы была штучка, и на нее показывать, а подлинная или неподлинная, неважно, но сейчас этого практически нету, а что, но это все, нам бы касалось только вот, в основном, ювелирных вещей, особой кладовой, там, скифского золота, а все остальное у нас, так сказать, ничем не заменяется, другое плохо, что иногда даже вещи уезжают и не вешают заместителя, просто помещают другие картины вместо этого, вот, а так, в принципе, должна быть фотография, и все, так что больше другой такой практики нет. Сейчас мы посмотрим, как мы это сделаем, потому что для Романовых у нас такой рецепт, мы реставрируем Большую Церковь Зимнего Дворца, реставрируем там иконостас, договариваемся о том, что там один раз в году, 25 декабря, будет проходить служба в день изгнания неприятеля с пределов Отечества, и в самом соборе сделать экспозицию такую церковную, мемориальную, романовскую, у нас довольно много вещей подлинных, личных, романовских, и вот сделать такой мемориал памяти семьи Романовых через их, вот там, Евангелие, вещи, которые были, и вот такую вещь мы предполагаем делать. Что касается всего остального, то что-нибудь еще будем делать, но мы такой сам памятник, весь дворец памятник Романовых, что тут только парады делать и маршировать, и уже все само будет играть. Но вот сделать такой мемориал в соборе, мы предполагаем, хотя это еще надо все продумать, придумать, как получится, но, видимо, это все-таки самое лучшее место, где вот такая человеческая память о семье может находиться в их соборе, где они венчались. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, грани с одной стороны нет, с другой стороны есть, да, ее нужно определять лично куратором и последним директором, за что-то выставится, что не то, то я отвечать буду я. Но какие есть грани, да, вот была у нас Афорта Кабакова, там вот один был зайчик, да, со словами. Да я этого зайчика не заметил, а сразу же пришел какой-то ученик из Академии Ильи Глазунова и написал жалобу, что вот мы выставляем матерные слова. Ну, поживем, увидим, тут есть две стороны, да, одна грань. Ну, вот у нас большая коллекция, мы приобрели коллекцию эротических рисунков Эйзенштейна. Мы их еще ни разу не выставляли в Эрмитаже, а так выставляли. У нас есть эротическая коллекция, которую мы выставляли в Амстердаме, я показывал королеве Нидерландов, а у нас здесь мы ни разу не выставляли и не выставляем, потому что, ну, видимо, еще... Так, нам кажется, может, неправильно, что еще не доросли, и будет неправильная реакция. Что касается вот современного искусства с хулиганством, да, всяким, ну, вот здесь посмотрим. У меня вкусы консервативные, и так что я бы многое не допустил. Здесь, я думаю, все будет определять, все должно определяться на самом деле вот мнением сотрудников Эрмитажа. Сейчас так сказать, потому что грани ее на самом деле нету, ее надо каждый раз ее определять для себя, и она потом определяется, в течение времени она меняется, она разная, она становится разной, да, еще понятна главная, объекта группа «Война», да, вот когда это на Литейном мосту, то это политически интересно, но не для нас, а если вот через там 20 лет, может быть, мы взяли бы кусок моста и поместили бы к себе. Ну вот если на Дворцовом нарисуют, тогда подумаем, тогда это уже часть наша, так что тоже только закрепить, тогда нужно закрепить, как Александровская колонна там может остаться. На самом деле, сейчас наши коллеги в Вильнюсе, там где у нас проект тоже, Эрмитажа в Вильнюсе, они нам сделали замечательный музей, выставку граффити вильнюсских, и дали целый дом, где-то все расписывали, было замечательно, хорошо, но у них весь каталог, лиц нигде нету, чтобы не могла полиция потом определять по стилистике, кто именно рисовал, потому что ясно, что у всех художников свой стиль, вот, и поэтому без лиц, но вот они потом, теперь идут дальше рисуют в Вильнюсе, так что есть разные ходы возможностей, но посмотрим, поживем и увидим. Вопрос, когда мы начали, мы начали сюда, у меня все-таки договоры, что у нас был доклад по экономологству в Западной Европе, как это привелся в Музей, так что он, Лопол собирал католические статусы, которые раньше были разрушены, и музицировали, говорят, не трогайте это объекты искусства, а не только, которые пополняются непроверно. И дальше, соответственно, был создан вопрос, когда мы говорим, чувствуя себя, всегда несколько решенного, а теперь толпе. Если продолжить с вопросами, и снова угадаться просто, или коррекционно, и фантазировать, а опять же, кинженство, и взрывнуть обратно можно, вот это все, что мы можем никогда не показать, может ли опять обратная реальность, и народная? Я думаю, что вообще я считаю, что музеи должны быть неприкосновенны вообще, и что попало в музей, уходить из него никогда не должно, что бы это ни было. Это всем не нравится, но это, так сказать, большой принцип, и никому не надо отдавать, ни египтянам древниеегипетские вещи, все есть, период, после которого нельзя вывозить, а нужно отдавать, ничего не надо. Поэтому возвращаться обратно, может быть, это в другой функции. Вот боги на выставке Гормли, античные фигуры, спустили с педиесталов, большая часть их и стояла в садах не на больших высоких педиесталах, в какой-то мере мы их попытались вернуть в человеческое общение с фигурами и с богами, вот они, идолы, и у детей получалось потрясающе, взрослые так немножко ошалевшие, но дети хорошо и пиксели Гормли понимали и все остальное. Так что какие-то такие фокусы можно устраивать, но вообще-то все прошло, идол отработал свое, стал искусством. И он ведь не сразу становится, идол не искусством, он становится искусством, когда он выходит из ритуального. Поэтому я думаю, что все как есть, а играть с этим можно всяко. Статуи Дзержинского уже нельзя ставить на Лубянку, а в саду, как она стоит около Третьяковской галереи, пусть стоит, все в порядке. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.